здравствуйте дорогие зрители и подписчики моего канала меня зовут лесли и добро пожаловать ко мне на мой вышивальный канал я выпускаю видео на двух языках на английском и на русском языке в этом видео я буду вам показывать новый старт буду открывать новый набор от dimensions делать буду показывать что внутри набора и и буду вам показать что я вышивала за последние две недели мои продвижения я буду тоже вам показывать что у меня будет на обед что что готовлю на обед и будет в конце видео традиционно кадры из одного из похода воды один из музеев стокольма если он такое интересно не переключайтесь вот так нас завалило снегом на 8 марта весна отменяется так выглядит с таком сегодня сегодня у нас на календаре 6 марта и у меня сегодня будет новый старт мне захотел что вышить что-то такое найти на весенние уже все-таки весна начинается и мне хочется что-то яркое более такое цветущее и я выбрала вышивать вот этот набор для меня новый старт такой набор от dimensions извиняюсь тут бликуют так от лампы золотая коллекция вот такие вот цветущая вишня черри боссом крик 38 на 25 с половиной почти что сантиметров 14 основа здесь и яркие красивые цвета может покажу вам поближе вот так она выглядит это вообще настоящая цвета терапия вот такая вот будет классная весна ну что здесь написано сейчас вам покажу обратную сторону набора смотрите какие яркие нитки я просто вообще в восторге и здесь такая вот голубая светло-голубая основа 14 count до 16 основа это 16 это не 14 и здесь ну здесь меня я сразу вижу вот будет не полная зашивка мне кажется вот здесь будут пустые места между лишняя здесь будут пустые места может быть вот здесь тоже но меня одна мерка я не собираюсь я буду вышивать то что он находится наборе давай сейчас мягкие откроем и посмотрим что там внутри не переключайтесь давайте смотреть что внутри давайте я уберу сначала вот этот превью или вам покажу чтобы не браковала видите какая то есть красота вот инструкция здесь получается да это схема очень такие яркие цвета на схеме на значки очень понятные но они мелкие это первый лист нет вот еще один здесь еще один идет тоже вот так схема выглядит не буду все показывать это ключ я не знаю сколько здесь цветов ни один один листочек я не знаю сколько здесь цветов много потому что на двух страницах они но они как бы не указывают сколько здесь наборе сожалению я не вижу может я пропустила если я пропустила там скажите ну и конечно же ниточки самое главное в наборе я считаю это ниточки конечно канва нужно но без не так это набор не что по моему мнению вот вам такая светло-голубая канва 16 основа и я не держу то я не вижу иголочки давайте посмотрим цвета конечно этого 2 2 планшетки здесь довольно таки большие цвета это просто что-то чем-то и здесь вот еще идут вот зеленый серый отдельно идут розовый ну конечно это много здесь будет розового зеленый нарезка очень хорошая очень длинная мне такое нравится для такого для такой работы нарезка должна быть большая длинная хорошая и здесь также сама но я все таки не вижу нигде иголки то есть кажется между мне в него не вложили в этот набор иголку обидно да конечно у меня иголок полно но обидно что нет ну что обидно не обидно я пойду вышивать пожелайте мне удачи я скоро с вами вижу следующем кадре пока сегодня буду делать пиццу и пицца мне будет состоять из ам вот этих красных помидоров вот эти оливки я люблю покупать оливки которые из греции вот длинные длинные перец красный перец красный лук кинза кинза и вот эти грибы которые называются читалки это не шампиньон это другой тип грибов которые очень полезны для иммунитета и наверное еще буду использовать проростки бобов посмотрим сейчас я уже все нарезала здесь у меня грибочки помидорки оливки здесь у меня сейчас в воде замачиваются проростки здесь у меня порезанной к кинза здесь у меня красный лук и красный перец и вот я сюда буду все накладывать на пиццу вот на это тесто проростки кинза и оливки я буду накладывать в последнюю очередь тогда уже будет все готово потому что мне больше так нравится вкус ну вот пицца готова его уже я уже посыпала и положила последние ингредиенты и вот такая вкусная будет полезная пицца я кстати не добавляю никакого сыра мы веганы мы не едим сыр никакие молочные продукты такая мы предпочитаем иметь очень много разных овощей на пицце вместо вместо сыра всем приятного аппетита ну что в приступим к процессам и у меня были за эти две недели четыре процесса которые вышивала первый это вот такой набор от отверстий крафт коллекции открыл корр вот такой вот такая вот английская деревня кстати я купила не показывала моим предыдущем видео я купила еще один набор с этой коллекции тоже как бы такая тоже деревня английская я еще не знаю когда я буду начинать еще тут есть вот как выглядит третий набор из этой коллекции я его покупать не собираюсь мне он не очень нравится мне вот эти два очень-очень нравится извиняюсь очень так прикольный перед тем как при тем как я покажу вам что я вышла я вам вставлю фотографию того как это в работа более прошлый раз когда я вам ее показываю вот вам фотография а вот готовая то что у меня готова я уже дошла до вот этого края и вышел а этот цветок вот здесь зелень вот этот бутончик и немножко вот листочек вот здесь тоже мне хотелось вышить от одного края до 2 края чтобы не знать хватит ли мне место и мне место хватило я все правильно рассчитала повторюсь вот это аида цвайгард 14 каут ниточки dmc и здесь будут море backstitch а для моих новых подписчиков потому что последнее время очень много новых подписчиков подписались я буду backstitch сделать в конце этой работы когда я все вошью тогда я буду делать backstitch его будет очень много я с ним подожду вниз я хочу дальше вышивать вот этот цветок вы даже видите он здесь будет красный цветочек и может быть вот здесь еще вот этот цветок вышить и пчелку хотелось бы вышить эту часть надо будет закончить и уже передвигаться вот этим домиком сначала мне было тяжело вышивать эту работу здесь много разных цветов оттенков как зеленого которые надо менять ну я как-то уже выше вошла в этот процесс идем дальше подложу следующий у меня процесс это от dimensions раритетный набор это у нас за 2000 какой-то там 2002 год по моему до 2002 год они уже не выпускаются вот такой набор от dimensions и я вам сейчас ставлю фотографию того как эта работа выглядит в прошлый раз когда я вам показывала вот вам фотография а вот то что я вышла видите что я вышла вот этот вазон вот это горшок с цветами вот он здесь и в отличие от предыдущей работы здесь я делаю так стич сразу после того как я вышла и здесь тоже немало так сейчас но меньше конечно чем на чем вот здесь но он есть его здесь очень много было и здесь вышивается очень много полокреста здесь много бакси чего покажу поближе него не сильно видно этот баксич но он присутствует на листочках есть здесь одна часть которую я еще не знаю буду ли вышивать или нет вот посмотрите вот эти кирпичи они как-то так вы как-то не очень хорошо вписывается суда мне так кажется вот например кирпичи вот здесь они намного лучше вписывается чем вот этот ряд кирпичей он мне не нравится я думаю что все таки я здесь пока что вышивать не буду эти кирпичи я подожду когда я вышью всю работу и и потом посмотрю как она будет выглядеть без если так палец прикладу вот смотрите как она лучшего или без или со все таки с кирпичами я все таки решу потом когда все это выше а вы мне пишите как вы думаете лучше вышивать эту читаете кирпичи или нет мне надо будет вышивать вот здесь кресло вот эту часть кресла и уже начинать либо здесь вышивать либо начинать вышивать зелень и и здесь получается очень много будет будет много разных оттенков много надо будет здесь надо будет работать поплатить а так принципе работа ну как бы немножко сложновато не очень но немножко есть для новичков я беру не посоветовала вышивать ткань дубовая очень неприятно очень тяжело вышивается тяжело вышивается в два прокола а так мне в принципе работа очень нравится идем дальше вот мой новый набор новый старт этого этой двух недель это вот такая вот весенняя работа и я хочу сделать вот эту работу мои мои мам моей главной основной работой на на эту весну то есть я буду вышивать в течение марта апреля и мая потом посмотрю я не знаю успели успею ли я вышить ее или нет посмотрим я бы хотел за эти три месяца но я не знаю работа большая все таки это это gold давайте посмотрим что я вышла вышла не так уж много я вышила вот вот эти вот этот камень вот этот камень и зелень здесь вот эти цветы немножко зелени здесь из вот эти синие цветочки вот они кстати да я я иголочки нашла они были там было две иголочки они были спрятаны в схеме то есть иголки были я вот только не знаю как нет куда мне дальше идти либо вышивать вот эту часть вот эти камни и воду или все-таки придвигаться вышивать вот эту тропинку и цветы я не знаю посмотрим пишите чтобы вы хотели хотели бы вы чтобы я вышивала вот эту часть или вот эту часть пока что вышивается все очень легко все-таки это gold но особых трудностей здесь пока что я не увидела вот например если я покажу вам поближе здесь большие участки вышиваются одним цветом вот это блэнда то есть ничего такого особого тяжелого нет пока что что будет дальше мы увидим посмотрим вышивается это на 16 основе такая бледно голубая снова и кстати она нам нужно намного мягче или легче на нее вышивать чем 1 вот это есть мне кажется может быть это комплектация более новая а это как бы более старая не знаю но вышивать намного удобнее на вот это 16 чем на вот это 14 идем дальше приберу и последняя работа над которой я трудилась это такая работа от чудесной иглы где сбываются мечты это наверно самая сложная из всех моих работ начатых процессов здесь очень много цветов здесь 47 цветов они часто их то часто меня здесь есть одиночки бексича очень мало и я бы пока делать не собираюсь я вам покажу сейчас фотографии того как эта работа выглядела прошлый раз когда я вам ее показывала вот вам фотография а вот то что я вышила я вышила продолжала вышивать вот эту часть воды я вышила цветочки вот они меня здесь вот здесь я практически дошла уже до вот этого вот этого домика немножко осталось и все будет готово надо будет дальше вышивать вот вот это вот это отражение от нас из окна желтым она будет здесь надо будет его вышивать и потом я не знаю может быть надо идти сюда возвращаться и вышивать вот эту часть или может быть вышивать продолжать вышивать воду напишите мне что вы что лучше куда лучше идти куда дел лучше вышивать здесь или здесь еще мне есть вопрос к вам я никогда раньше не вышивала наборы от чудесной иглы это первый раз и у меня вопрос по поводу не так вот ниточки три планшетки мне кажется не так еще как бы очень много осталось но я не знаю насколько надо быть экономной экономить на нитках или нет это нитки гамма они как бы они как бы и не хорошие но не плохие что-то что-то такое среднее хотя девочки блогере говорят что нитки гамма стают лучше и лучше со временем мы не знаю это наверно старый набор нитки ну так себе нормальным с ними можно нормально работать вопрос стоит ли мне быть экономной хватает ли ниток наборе да и из честно иглы хватает ли не так или все-таки надо быть очень-очень экономная не знаю я сама не очень люблю экономить но пишите мне пожалуйста стоит ли это стоит ли как быть экономной с нитками наборах от чудесной иглы или нет да сейчас пишите мне в комментариях какой вам процесс больше всего нравится за которым процессом вы больше всего следите самих выложу чтобы вы лучших видели и кубик такие процессы вы хотели бы чтобы я бы продолжала на следующие две недели потому что я выпускаю такие видео о моих процессах ну каждую вторую неделю через две недели будет новое видео и кто помнит какие у меня были процессы в прошлый раз прошлый раз пишите какие бы вы процессы хотели чтобы я продолжала на следующие две недели я постараюсь учтить ваши про учтить учтить ваши просьбы извиняюсь за мой плохой русский на этом у меня все пишите комментарии ставьте пальчик вверх и сейчас будут кадры из моего похода в один из такой из музеев стокгольма всем всех благ пока и и а и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...